Именно принципиальные для России и для нашего будущего вопросы по нейтральному статусу Украины, по демилитаризации и денуцификации, мы были готовы и готовы сейчас обсуждать в ходе переговоров. Наша страна сделала всё для организации и проведения этих переговоров, понимая, что необходимо использовать любую возможность для того, чтобы сберечь людей и их жизни. Но мы вновь и вновь убеждаемся, что киевскому режиму, которому его западные хозяева поставили задачу создать агрессивную антироссию, судьба самого народа Украины безразлична. Очевидно, что происходящие события подводят черту под глобальным доминированием западных стран и в политике, и в экономике. Более того, они ставят под сомнение ту экономическую модель, которая в последние десятилетия навязывалась развивающимся странам, да вообще всему миру. Подчеркну, санкционную одержимость США и их сторонников не разделяют страны, где проживает больше половины населения земного шара. Именно эти государства представляют собой быстро растущую, наиболее перспективную часть глобальной экономики. Развязана беспрецедентная информационная кампания, в которой задействованы глобальные социальные сети и все западные СМИ. Объективность и независимость которых оказалась просто мифом. Ограничивается доступ к информации. Людей пичкают огромным количеством фейков, пропагандистских подделок. Проще говоря, липы. Дошло до того, что одна из американских социальных сетей напрямую заявила о возможности публикации с призывами к убийствам граждан. Продолжение следует...